Где точилка, Себастьян? Я не знаю. Прикинь. Если кто не знал, именно так были написаны все сценарии к Metal Family. Они начинали со слова «прикинь». Вот сходили мы как-то на квест. А прикинь, если бы наши персонажи на квест сходили бы. А прикинь, если бы наши персонажи сыграли в покер. А прикинь, если бы наши персонажи поехали на фестиваль вагон. А прикинь, если бы наши персонажи оказались бы там, 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 тут. Прикольно, да. Запишем, запишем. Ну, так и были все сценарии написаны. Естественно, большинство таких, прикинь, не попадет в сериал по причине того, что, ну, это как-то совсем уже плагиат будет. Ну, нельзя делать серию Metal Family, где они будут героями из DC. Но зато можно порассуждать на эту тему. Знаете, Алина часто читает мантики, в отличие от меня. И нарывается на что-нибудь, сидит такая. Че, че, че такое? Ту, мантик читаю. Заходит как-то Глэн в комнату Ди. А Ди сидит в углу и плачет. В чем дело, Ди? Спрашивает Глэн. Меня девушку бросила. Отвечает Ди. Понимаю, говорит Глэн. Меня Виктория тоже бросала. Спрогибаешь. Естественно, от персонажа Metal Family тут уже ничего не осталось. А жаль, потому что некоторые работы очень даже неплохие. Но видно, что писатели немного плавают в характерах героев. Понятно, что фанфики на то и фанфики. Чтобы немного изменять персонажа. Подстраивая их под свою историю или сюжет. Мы учим меня играть на гитаре. Прямо сейчас. Но согласитесь, написать хорошую историю, выдержав при этом характер и поведение персонажа, гораздо интереснее. Как нахрен, если у вас не понравилось. Не согласитесь? Блин. А вот теперь вы. Да, вы. До того, как я расскажу вам, попробуйте угадать события. А прикинь, если бы Глэм с семьей оказались бы на Титанике. Как бы все обернулось. Окей. Давайте сравнивать. Начнем с того, что если бы события развернулись до столкновения с айсбергом, то это будет совсем неинтересно. Глэм определит скорость Титаника, поймет, что она превышена, доберется до капитана и убедит его не разгоняться. А куда ты так торопишься? Хорошо. Капитан не станет разгоняться, успеет заметить айсберг, вовремя свернет. Катастрофы не будет, но нафиг такой сценарий. Если события развернутся после столкновения, ну типа Глэму не дали предотвратить катастрофу, что странно, то вроде уже интереснее. Но, если семья будет вместе, то опять все слишком скучно. Глэм сразу поймет, куда пришелся удар, сколько времени Титаник будет тонуть, что Титаник пойдет именно носом вниз. А дальше он просто будет руководить постройкой плота, на котором со семья будет получше стоиться. А что если разделить семью? Да, именно так мы придумывали сценарий для квестов. Как ни странно, но любая пара гарантированно выживет в этой катастрофе. Начнем с разделения Глэм плюс Вики и Ди плюс Хэри. Да, последним будет нелегко. Хэри постоянно будет тупить, лажать и всячески мешать брату спасти их жопой. Пойду, берем на этот. О, а это вы что делаете? И сказали, что корабль тонет, а шлюпок на всех не хватит. Поэтому мы устрем плоты спасательных жилетов. Хэри, мать твою. Ребят, я заберу это, хорошо? Да, да, забирайте. Пойдем на противоположную паузу. Не говори ничего про него. Ясно. А если им не говорите? Они же могут погибнуть. Если ты не заткнешься, тогда мы оба сдохнем. Просто вот на, держи гребку. Если что, отвечай, что мы мастерим приманку для кита. И ведь это сработает. Ой, ребята, что это у вас? На плот похоже? Не, это приманка для кита. Пф, дебилы. Монолетние дебилы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все в порядке. Суда получила несколько пробоин ниже ватной линии, общей подтверженностью 90 метров. Так, на своих отсеках получили серьезные повреждения и наполняются водой. Людок на всех не хватит, значит у нас есть 2 часа и 40 минут для изготовления собственного плавательного средства. Этого вполне достаточно. Ну, окей. Может у них даже будет время прогуляться под товарному отсеку. Ха-ха-ха-ха. Хуйная тачка, подруга. Короче, хорошая смекалка Глэма поможет начать строительство плавучего средства там, где их не запалят. А хорошее познание в двигателях помогут Вике соорудить мотор для лодки из говна и плавок. Это что за приванка для кита? А как насчет Глэма плюс Ди и Вики плюс Хэви? Ну, в этом случае, связка Вики и Хэви просто с боем проберутся к шлюпкам. К ногу! Я женщина! С ребенком! Ой, припускайте ее, припускайте ее! Я тоже женщина! Пошла, блядь! Я женщина! А Глэм в связке с Ди чуть ли не телепорт изобретут. Шучу. Просто этих двух экстрактов вариантов выбраться, что я даже перечислять не имею смысла. Теперь рассмотрим связку Глэм плюс Хэви и Вики плюс Ди. Ну, с последними все просто. Вики применяет ту же стратегию, что и с Хэви, и это прокатит. Дорогу! Я женщина! Мам, я уже не ребенок! С ребенком! Разница только в том, что Ди будет очень стыдно. А связки Глэма и Хэви? Хэви просто не будет перечить отцу, строго выполняя его поручения, таким образом обеспечив себя наводным транспортным средством. Что? Я не упомянул Чеса? Потому что это Чес! Либо Титаник против всех законов физики перестанет тонуть и доплывет до ближайшего берега, либо Чес возьмет перпопавшуюся доску и укатит на ней, как на серфинге, на единственной волне, что там вообще появится. Либо им помогут дельфины. Вообще-то это акулы. Либо он просто взлетит. В общем, это же Чес, он как-нибудь справится. Если брать вспомогательных персонажей, Бак погибнет смертью храбрых, Анна просто погибнет, Глустов пользует статусом одним из первых приберется к шлюпкам, еще отстреливаться будет, чтобы никто не забирался. Вы все ничтожествы! Почему ничтожествы? Я не знаю. Ничтожества! Нам прикольно, что ничтожествы. Лидия воспользуется тем же, плюс она женщина, поэтому ее пропустит, плюс она состоятельная, поэтому ее пропустит, плюс она умеет договариваться, поэтому ее пропустит. В общем, у нее много преимуществ, даже побольше, чем у отца. Так что, если думать, кто выживет, Густав или Лидия, очевидно, у Лидии больше шансов. Про Роф-то вообще молчу, он тупо уйдет на дно. Роф, пошевеливайся! Задрай люки! Ты действительно считаешь, что моя работа здесь, это... Училка из первой серии не сможет пробоваться из-за больших объемов и мерзкого поведения. Ропоститься! Да, училка! Роф, шансов, я слишком жирная. Да-да, там уже две и есть. Видите, нам начали на зад. Определенно. А-а-а-а! Дедного сосулька не сочнулся ребенка и заставит утонуть, слушая классический музык. Блин, черт! Потому что тогда еще не изобрели рэп. Я сейчас оставлю их скрипку свою сожрать. До сих пор они будут слишком четко следовать инструкциям. Поэтому мало того, что сами потом он, так еще ему ноги хабрекут на гибель. Мужчина! Мужчина! Нельзя выходить на палубу в темное время суток! Мужчина! А! Ой, держите его, чтобы мужчина... О, женщина! Еще и с ребенком! Латаем! Всем тонуть! Балин тоже пойдет на дномик с твоими золотыми часами. Кусатый до последнего будет пытаться затраить пробоину. Взять в кардан вообще ничего не поймет. Есть, конечно, еще пару персонажей, но я сейчас не могу сообщить. Ни их умен, ни как бы они поступили. Поэтому... Интересно, кстати, будет послушать ваше предложение на данную тему. Может вам интересно узнать, как поведутся персонажем этого фэмери в условиях фильма «Терминатор» или «Фанда» или «Криминальное чтиво». Напишите в комментариях, в условиях какого фильма вы бы хотели видеть персонажем этого фэмери в следующий раз. Только в личку мне не пишите! Она набита уже всем нахрен! Она уже всем... ПОТЕЛЯМЕЗα receber. ПОТЕЛЯМЕЗА Редактор субтитров А.Семкин